Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В этом видеоэссе я расскажу о названии фильма Мартина Макдоны «Банчи и Нишерина», о его исторической основе и о чем этот фильм на самом деле. Расскажу также о том, почему сюжетный мотив с пальцами Колма вовсе не бред, не фантасмагория, а даже смягченная жизненная реальность. Итак, в 2022 году ирландский сценарист и режиссер Мартин Макдона снял фильм по мотивам собственной ранней пьесы коллега с острова Инишман. Эта пьеса была первой частью трилогии и за ней следовали лейтенант с острова Инишмор и призрак с острова Инишер. Инишмор, Инишман, Инишер – это группа из трех невероятно красивых островов у западного побережья Ирландии. Это три островов известны и под названием «Острова Аарон». Именно на самом большом из этих островов Инишмори и происходили съемки фильма Банши Инишерина. И надо сказать, что возможность испытать визуальное наслаждение и чувство восторга перед красотой и поэтичностью тех мест уже само по себе достаточное основание посмотреть фильм. Инишерин – это выдуманное режиссером и сценаристом фильма Мартином Макдональ название острова. Буквально Инишерин переводится как «Остров Ирландии» или «Ирландский остров». Но слово явно схоже и созвучно с названиями реальных островов Аарон. Инишмор – большой остров, Инишман – средний остров, Инишер – восточный остров, он же самый маленький. А что же такое Банши? Банши или иногда Бэнши в переводе с ирландского значит «женщина из ши», то есть «женщина из потустороннего мира». В ирландском и шотландском фольклоре так называлась фея, предвещавшая смерть. Считалось, что Банши подкрадывалась к дому, в котором скоро будет покойник, и издавала под окнами пронзительные вопли, похожие одновременно на крики диких гусей, рдание ребенка и волчьевой. В средние века в Ирландии именем Банши часто также называли богинь войны. И это, конечно же, тоже следует учитывать, ведь события в фильме Банши и Нишерина происходят во время ирландской гражданской войны. В некоторых регионах Ирландии Банши иногда образно называется чем-то пугающая и страшная или опасная женщина. И очевидно, что в фильме Банши и Нишерина с таким именно образом может ассоциироваться миссис Маккормик. Ну а кроме того, Банши и Нишерина – это еще и название, которое дает Колм Доэрти своей пьесе, которую он по частям сочиняет на протяжении нескольких дней. Кстати, актер Брэндон Глисон еще и музыкант, играющий на скрипке и мандолине. В тех фильмах, где встречаются эпизоды с музицированием его героев, и, конечно же, в Банши и Нишерина он действительно играет на скрипке сам, без всяких ухищрений и дублеров. Ну и напомню, что актерский дуэт Брэндона Глиссона и Колина Фаррелла уже встречался зрителям в более раннем фильме Мартина Макдональд залечь на дно в брюге. В фильме Банши и Нишерина Колин Фаррелл исполняет роль бывшего друга Колма – Патрика Салливана. Более точное произношение ирландского имени героя – Падрайк, но поскольку в дубляже используется имя Патрик, то так буду называть героя и я. Роли второго плана в фильме сыграли молодой, талантливый ирландский актер Барри Керган в фильме Доминик и ирландская актриса Кэрри Кондон, которая снялась в роли сестры Патрика Шивон. Напомню, что немалую известность Кэрри Кондон принесло озвучивание в фильмах кинематографической вселенной Марвел такого персонажа, как искусственный интеллект Пятница в англоязычном варианте Фрайдэй. В жанровом плане фильм обычно представляется как черная трагикомедия, но он близок и к философской притче, сплетенной из элементов бытовой драмы, черного юмора и даже небольшой доли хоррора. Практически все обыденные и бытовые моменты имеют в фильме и символическое значение или могут быть истолкованы символически. Замечу также, что буквально все эпизоды фильма сплетены между собой. Сюжет образует не просто последовательность, а скорее взаимосвязь элементов. Каждый момент настоящего имеет отсылку или связи с предыдущими эпизодами. Вот вплоть до таких деталей, как палка Доминика. В начале фильма Доминик показывает Патрику палку с крюком на конце и спрашивает о ее предназначении. Потом сам Доминик говорит, что этой палкой удобно что-то доставать. А ближе к финалу именно этой палкой и достает его тело. То есть эта палка оказывается авторской вариацией Мартина Макдоны на тему чеховского ружья, которое, как известно, если уж висит на стене, то непременно должно в пьесе выстрелить. Все происходящее в фильме Бенши и Мишерина имеет не только точные географические, но и исторические координаты. Событие происходит во времена гражданской войны в Ирландии 1922-1923 годов. После предшествующей войны за независимость по заключенному в 1921 году англо-ирландскому договору Ирландия официально стала называться Ирландское свободное государство. Но главой страны все равно оставался король Великобритании, которому депутаты парламента Ирландского свободного государства приносили клятву верности. Кстати, в переговорах по заключению этого договора участвовал молодой еще тогда Уинстон Черчилль, который в те годы занимал пост министра колоний в британском правительстве. Британский же король по договору назначал и генерал-губернатора для управления ИСГ, то есть ирландским свободным государством. Все это почти по аналогии с Канадой, Австралией, Новой Зеландией и рядом других государств, в которых формой правления и в настоящее время является конституционная монархия. А главой государства считается король Великобритании, сегодня это Карл III, сын Елизаветы II. Гражданская война в Ирландии развернулась между сторонниками и противниками сохранения за Ирландией положения британского доминиона и сохранения за британским королем официального статуса главы ирландского государства. Поскольку сторонникам англо-ирландского договора значительную и разнообразную помощь оказывала заинтересованная Великобритания, то и неудивительно, что ирландская гражданская война завершилась именно их победой. Это об исторической сути происходящего тогда в Ирландии конфликта. В фильме же Банши и Нишерина, событиями разворачивающимися на переднем крае, режиссер пытается объяснить то, что происходит за горизонтом. Вспомните те доносящиеся звуки стрельбы, взрывов, которым периодически прислушиваются герои фильма. Сам Мартин Макдона говорит, между этими парнями идет крошечная война, в то время как большая где-то там. Сценарист и режиссер фильма пытается найти ответ на вопрос, как так случилось, что еще несколько лет назад, дружно защищавший свою независимость народ, вдруг сошелся в смертельной сфатке уже гражданской войны. На конкретном примере своих героев Мартин Макдона и показывает, как именно такое случается. Как и почему бывшие друзья годами, если не всю взрослую жизнь, дружившие и встречавшиеся в два часа в пабе, чтобы с удовольствием выпить и дружески поболтать, вдруг становятся чужими и даже врагами. Причем вражда между прежде близкими в любом смысле людьми обычно ведь бывает наиболее сильной. Иногда, например, по своему усмотрению и исходя из своих интересов, создает или меняет законы и правила жизни только часть общества. Но жить-то в этой общей реальности приходится всем, и далеко не всех могут устраивать новые или наоборот старые правила и законы. Отсюда и возникают масштабные и непримиримые конфликты, подобные гражданской войне в Ирландии, фактически разделившие и страну, и народ. Также и в отношениях между близкими. Например, человек хочет что-то изменить в своей жизни или измениться сам. И это, конечно же, его право. Но ведь его личные изменения затрагивают и другого, того, кто рядом. А этот другой может оказаться не готов, не в силах справиться с предложенными изменениями. Или просто не хочет этих изменений в собственной жизни. Тоже имеет на это право. Эта почти вечная проблема взаимной зависимости и взаимной ответственности в фильме Банши и Нишерина исследована и детализирована до мелочей. Причем фильм построен таким образом, что зритель волей-неволей поочередно становится на сторону то одного, то другого героя, соизмеряя их проблемы и ситуации со своими собственными, прошлыми или настоящими. Я думаю, что не заметить в этом фильме что-то свое, глубоко личное, может только или человек ну очень юного возраста, еще вот ну совсем безжизненного опыта или человек, живущий совсем бездумно. В фильме Колум планирует поменять свою собственную жизнь, наполнить ее большим смыслом и творчеством. Такие побуждения явно заслуживают одобрения. А кроме того, менять свою жизнь это в любом случае право Колума. Но ведь тем самым Колум меняет и жизнь Патрика, причем без ведома и согласия бывшего друга. Отказ Колума от общения с Патриком создает неожиданную пустоту в жизни того вот бывшего друга. Пустоту, которую Патрик не может самостоятельно заполнить. К тому же Патрик как друг Колума и Патрик без Колума это два очень разные статуса в обществе острова Инишерин. Вспомните, в баре Доминик говорит Патрику, вот если бы мы сидели рядом с Колумом, женщины и с нами бы разговаривали. Да и вообще отношение окружающих к Патрику заметно меняется. Оказавшись перед вот той пустотой, которую создал Колум в его жизни своим отказом общаться, Патрик вначале пытается заполнить ее, навязываясь, фактически преследуя бывшего друга. Затем он переходит к мести. Это довольно характерная и распространенная, хотя далеко и неудачная последовательность поведения оставленного, брошенного человека. Колум же защищает свой выбор и свое личное пространство довольно неожиданным на первый взгляд образом. Многие зрители, конечно же, обращают особое внимание на действительно впечатляющий сюжетный мотив с пальцами Колума. И часто говорят, что вся эта история с отрезанием собственных пальцев какой-то бред и фантасмагория, что такого на самом деле не бывает. Но не торопитесь с выводами. На самом деле это одновременно и метафора, символика и правдивая версия человеческого поведения в некоторых сложных жизненных ситуациях, если человек по какой-то причине не находит лучший выбор. Сам режиссер на вопросы отвечает, что ничего особенного не вкладывал в те отрезанные пальцы. И это тактически правильный ответ. Любая авторская конкретизация сужает горизонт возможных интерпретаций. Автор – создатель произведения, и его главная задача, чтобы оно оказалось достаточно жизнеспособным, интересным и поддающимся разным трактовкам. А далее автор должен отпустить свое детище в жизнь и меньше сковывать его собственными объяснениями. Достаточно того, что Мартин Макдона говорил о параллелях между гражданской войной и конфликтами между героями фильма. И это дает мне основания привести для более глубокого понимания сюжетного мотива с пальцами Колма реальный эпизод тех исторических событий в Ирландии. Противники договора с Великобританией признали свое поражение в гражданской войне в обмен на обещание полной амнистии. Их лидер Имман или Эйман де Валера отдал приказ о прекращении вооруженной борьбы. Однако пробританское правительство нарушило свое обещание о полной амнистии и провело масштабные аресты бывших бойцов и лидеров повстанцев. Но некоторые заключенные в знак протеста объявили голодовку, которая продолжалась 41 день. Вследствие этого шантажа собственной голодной смертью репрессии были таки смягчены, а многие интернированные даже выпущены на свободу. Как уже было сказано, события на острове Инишерин фактически являются некой параллелью или аллюзией, промыхающей вдали гражданской войны. Напомню еще раз слова самого автора фильма, сценариста и режиссера Мартина Макдоны. Между этими парнями идет крошечная война, в то время как большая где-то там. В гражданской войне кто-то хочет изменений, а кто-то сохранения существующего порядка. Фактически в том же и суть конфликта между бывшими друзьями. Один из них хочет жить иначе, по-новому, получить полную независимость от прежних отношений, а второго все устраивает, и он хочет сохранить статус-кво. И так ли уж существенно отличаются по причинам и сути большая общественная и маленькая личная трагедия? И так ли уж далека эта впечатляющая киноистория от реальной жизни? Вопреки распространенным комментариям, что мы с пальцами в фильме «Жесть и перебор», на самом деле в фильме показана даже смягченная версия некоторых реальных жизненных ситуаций. С помощью смертельно рискованной голодовки добивались свободы представителей проигравшей стороны в Ирландской гражданской войне. Герой фильма Макдона «Банши» и Нишерина поступает очень похоже, только он угрожает не суицидом, а всего лишь отрезанием собственных пальцев. Так киноистория выглядит более оригинально и неожиданно, а кроме того создает возможность разного рода символических интерпретаций. От библейских «Вспомним Матфея, если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». И до литературы «Можно вспомнить отца Сергия Льва Толстого». Но фильм «Банши» и Нишерина не только о причинах и формах конфликтов между людьми. Это прежде всего история о расставании. И в этом особенная ценность фильма. Искусство многократно показывало нам, как зарождается любовь и дружба, как они проходят испытания. Но сказки о любви обычно заканчиваются свадьбой, а фильмы о дружбе чаще всего хэппи-эндом. Намного реже нам показывают и помогают понять, помогают научиться на чужом примере, как расходиться, как уходить, как разрывать или терять близкие отношения. А это ведь тоже очень важное умение. А еще это фильм о проблемах творчества, о понимании доброты, о гордыне и мести. Возможно, в одном из будущих видеоэссе я продолжу разговор о фильме Мартина Макдоны «Банши» и Нишерина. Всего доброго и до новых встреч!